всем привет снова очередной новостной дайджест все самое интересное финансы за последнее время итак погнали российские брокеры вынуждены закрыть американские счета rbk сообщает что американский брокер интерактив брокерс прекратил работу с россией в одностороннем порядке проблемы с сотрудничестве начались еще летом двадцатого года и вот сейчас вообще ограничена работа с россией глобальной причиной этому служат санкции поясняется что брокер хочет видеть конечных клиентов чтобы не нарушать санкционное законодательство в этой новости все понятно душат санкциями жалко что это уже перешло и в мир финансов вот ну и плюс американский брокер хочет из цепочки убрать еще одного брокера и служить клиентов напрямую к сожалению такое творится станции ничего не поделаешь а мы пока двигаемся дальше следующая новость банки бьют рекорды прибыли цб волнуется а прибыль российских банков за март составила 205 миллиардов рублей это лучший показатель этого месяца аж с 2012 года но цб свою очередь высказывает беспокойство что рост необеспеченных суд приведет к увеличению долговой нагрузки населения а то что у банков есть прибыль это хорошо я точно знаю что сбербанк зафиксировал историческую прибыль в этом квартале я читал на дуду новости и буквально вчера так что банки за работу зарабатывают экономика выбирается из ямы это это достаточно классно вот цб пускай не волнуется а мы пока двигаемся дальше к следующей новости россияне ждут рекордов инфляции в апреле 2021 года инфляционные ожидания населения выросли и достигли максимальных значений с февраля 2017 года среднее значение инфляционных ожиданий населения за месяц выросла до 11,9 процентов по сравнению с мартом 11,9 это за за гранью на самом деле у нас в прошлом году инфляция составляла порядка 7 процентов если в этом году вырастет до 12 это будет прям печальненько надо надеюсь что данные ожидания не совпадут с реальностью ознакомиться с этой новостью вы сможете в описании двигаемся дальше в китае выдают беспроцентные кредиты чтобы избежать массовых увольнений так действует финансовая компания and group ее владелец джек ма по данным форбс его состояние равно сорок восемь целых два десятых миллиарда доллара намерен поддержать сотрудников анта после срыва первичного публичного размещения акции финтех компании в ноябре прошлого года беспроцентный кредит для россиян это кажется что-то из разряда мистики нереальности если джек ма так сделает ему прям лайк и респект я на самом деле буду следить за этой над новостью ознакомиться с ней вы сможете под данным видео в описании следующая новость олл-стрит волнуется темпы роста крупных компаний и компании малой капитализации в апреле этого года стали значительно различаться возможно это свидетельствует о более сложном выходе и сложившегося кризиса кризис он такой он ударил абсолютно по всем и по экономике соединенных штатов америки сейчас на фондовом рынке на самом деле очень много волнений вот и даже по средним компаниям к за которыми я слежу и покупаем акции они в капитализации не так прибавляют это говорит о том что к сожалению и экономика америки тоже пребывает в кризисе двигаемся дальше следующая новость и так следующая новость нефть падает к вид растет в азии снижаются цены на нефть на фоне всплеска заболеваемости в индии все это происходит на фоне призывов правительства вакцинироваться в индии зафиксировано порядка 350 тысяч заболеваний за сутки опек договорились еще больше добывать нефти следовательно цены на нефть у нас падают друзья как вы думаете как эти эти два факта то что падает нефть и к вид растет как они другом взаимосвязаны давайте мы с вами перейдем в комментарии и там с вами пообсуждаем а вы пока двигаемся к следующей новости массовая смена депозитов с началом пандемии наблюдается тенденция закрытия срочных вкладов у физических лиц вместо этого граждане активнее открывает накопительные счета логика понятно проценты также начисляются а воспользоваться деньгами проще я на самом деле заметил абсолютно другую тенденцию то что с начала пандемии это с марта двадцатого года все динулись в инвестиции все начинают изучать фондовый рынок а пио как там работает тинькофф сделали бесплатное приложение бкс сделали без бесплатное приложение и вот на фоне того что везде из каждого утюга звучит то что инвестируйте покупайте акции естественно на там процентов к выше физические лица будут закрывать вклады они уже научились более-менее работать с фондовым рынком вот я вот объясняю именно именно вот так вот данную новость вот так что рекомендую вам также научиться инвестировать если хотите узнать о инвестициях торги по банкротству также в комментарии будет ссылочка на наш сайт заходите изучайте а мы двигаемся дальше следующая новость фас уполномочен заявить что металлургические компании поддерживали монопольно высокие цены на прокат дело касается север стали ммк нлмк акции этих компаний сразу же потеряли 3 процента на московской бирже а сами компании понесут еще большие убытки если факт завышения цен будет доказан как же без тут нашего уважаемого фас если они захотят что-то найти они найдут и на бизнес и естественно начихать так что данным компаниям просто пожелаем успехов чтобы у них в их отчетности все было ок и фас не смог обрушить их акции еще больше у нас данной новостью ознакомьтесь по данным видео а мы идем дальше тесла бьет рекорды прибыли уже в этом году прибыль компании выросла в 27 раз неудивительно ведь в продажу идет все электрокары дармативные кредиты и биткойны рывок составил 438 миллионов долларов в первом квартале этого года в сравнении с 16 миллионов долларов первого квартала года предыдущего я вообще считаю что и илон маск это феномен нам нашего времени мне очень нравится как он ведет дела он очень крутой стратег я за ним слежу и желаю ему только развития так что тесла полный вперед и все будет ок данным до новостью по ссылке в описании и на этом новости закончились это был третий новостной дайджест коллеги напишите пожалуйста что вам нравится в этом формате что не нравится может что-то добавить может что-то ваша душа желает вот и также подписывайтесь на наши социальные сети это vk telegram instagram youtube ставьте лайки пишите комментарии я их с удовольствием читаю и лично я на них отвечаю на связи был давид резаев до встречи в следующем видео пока пока